здравствуйте подскажите перекрестке ваш коллеги да мне бы их увидеть как-то а вы можете связаться с ними не имеете возможности у нас там просто жесткие нарушения выявлено хотелось бы как-то взаимодействовать здравствуйте а вы надежда никоноровна да никодимовна ваш водитель сказал что никоноровна ну не знаю вот я александр александрович мне было бы дискомфортно с александром петровичем например у меня очень мало времени подскажите пожалуйста у нас к вам вопрос мы увидели автомобиль с вашим водителем вот и у нас мы узнали что в магазине сейчас представители роспотребнадзора вернулись сегодня 14 апреля в перекресток обнаружил что сюда зачем-то прибыли роспотребнадзоровцы вызван наряд полиция для оформления детского питания с истекшими сроками годности лада ларгус госномер константин 578 ольга константин 198 регион здравствуйте подскажите перекрестке ваш коллеги да мне бы их увидеть как-то я не знаю я просто водитель а вы можете связаться с ними не имеете возможности у нас там просто жесткие нарушения выявлено хотелось бы как-то взаимодействовать даже я этого не знала будучи в кабинете что она потом они до конца как тупые граждане на граждане которых перекресток может легко обмануть например напечатать дату производства сыра 16 апреля да мы не можем знать чтобы здравствуй а вы надежда никоноровна да никодимовна ваш водитель сказал что никоноровна надежда никодимовна ну не знаю вот я александр александрович мне было быть комфортно с александром петровичем например у меня очень мало времени я слушаю вас подскажите пожалуйста у нас к вам вопрос мы увидели автомобиль да с вашим водителем вот и у нас мы узнали что в магазине сейчас представители роспотребнодзора вот смотрите вот здесь есть сыр сыр из будущего является ли это нарушением или так можно все таки то есть вот весь сыр который изготовлен 16 апреля 2021 года есть детское питание купили срок годности истек четвертого апреля детское снили это же еще на него и личный сбой на ленте ну а что он не добротачественных вы знать не можем ведь есть техрегламент таможенного союза по 22 друзья занимались чем-нибудь другим что еще не что-то недобротачественное есть вот детское питание с истёкшим сроком с истёкшим сроком вот истёкшим сроком надо снять вот это не снять это только на это сейчас мне принадлежит вот можем ли мы с вами как-то взаимодействовать как с представителями роспотребнодзора я бы на вашем месте когда увидела вот это подошла к сотрудникам и сказала у вас питание с истёкшим сроком снимите его пожалуйста и пошли дальше они устраивали вот это серьезно устраиваешь на что мы устраиваем все я пошла у меня очень мало времени это представители роспотребнодзора надежда никодимовна позор позор честного позор роспотребнодзора позорники роспотребнодзор фу это это трэш это запретали здесь вы как аж телея Garuda роспотребнодзор это детское питание серьезно она говорит она говорит отдали бы и пошли бы дальше сделали за них работу да просто отдали бы интересно а у нее дети есть интересно вот мне просто интересно у нее дети есть она своих родственников тоже просрочкой травят? Фу! Позорник и Роспотребнадзор. Позорник, чем перекресток. Особенно еще вот с этим, вот с 8-го числа, 4-го месяца. Позорник и Роспотребнадзор, Ренадежда, сходим. Так, вот у нас представители Роспотребнадзора. Машина стоит, госномер К578ОК 198. Тротуар. Машина. А не желает он убрать эту машину? Что нет? Я вас не слышу. А машину не желаете убрать с тротуара? Ну, сейчас машину уберем. Бегом. Бегом. Прямо сейчас. Прямо сейчас убрали машину с тротуара. Бегом. Пока не сообщил в ГИБДД. Бегом. Две секунды вам даю. Две секунды, водитель. Две секунды. Сообщите по этому номеру телефона 8 800 3 5 49 43 о том, что данная машина Роспотребнадзора города Санкт-Петербурга, госномер К578ОК 198 нарушала правила дорожного движения. А адрес у нас какой здесь? Уточки на 4. Корпус 1. А время у нас административного правонарушения 14 42. Москва 2. Вы вызывали. Да-да. Леш, из школы полномочины отца венес Сар Хайлев. Убил заявку, что вы привлезли здесь, так понимаю, просроченные продукты для детей. Да-да. Это ввести? Служände себя не ошибаюсь. А там как? Просто у школы Сар Хайлев обращаются? Вам удостоверение. Моя поменять совка, имя Арсланг Александрович. Арсланг Александрович. Арсланг? Да. Вот смотрите, идет речь. Там ритмы для детей от 0 до 6 месяцев. Мы уже оплатили, правильно? А вот это не оплатили, это значит отдельным протоколом изымать, пресекая административное правонарушение. Сыр есть с водочкой вам. То есть вот, я сейчас. Вот, я его не оплатил, вот этот сыр. Я оплатил детский танец. Это ты видите, да? Смотрите. Вот я могу, да? Вот его открыть. Он мной не оплачен. Я могу. Вот так, подойдет. Не оплачено. Вот. И все дюна. И все дюна. Если начинать, не произошло одну историю. Ну, это меня мальчик поприкал. А праздник, пока мне непременно подошел. Да, сюда. Вот, ты сказал-то, Александр Александрович, ты пытаешься украсть сыр, ты его не оплатил. Он бы вызвал ДБР и вас в том числе. И вы такой, Арсланд, приходите? Говорит, что кто-то украл сыр? Что за сыр не доплатил? О, так ты жулик мелкий. А я скажу. Арсланд, а за что я платить буду? Этот сыр еще? Этот сыр еще не произвели еще этот сыр, ешкин кот. Заявление тогда, сразу скажу, по парту покупки просроченного детского питания. Сан Саныч любит мамбу. Участковый Арсланг любит мамбу. И Кирюха тоже. Мамбу, фрутист. Мамбу любят все. Посмотри. А мамба как раз до кого там? До 8 апреля? Да, до 8 апреля, до 4 апреля. Что у нас? Привлечь. Нашественность и руководство магазина Перепреста. Ты смотри, она через черный ход ушла. Что? Через черный ход ушла. Смотри, Тварина, а? Я думал взять такси, съездить к ним. Территориальная рост по Трепнозерту? Да. Можно разнести их там все. Показать им видео. Скоточки на 4 корпуса, которые осуществляют продажу. Товары детей в возрасте от меня до 6 месяцев. И другие некачественные, опасные для жизни и здоровья граждан товары. Данные товары требую изъять как предметы совершения административных правонарушений. Запитая. А возможно преступления согласно 238 УК РФ, часть 2, по УК РФ. По товарам сыр Гауда и сыр Голландский. По товарам сыр Гауда и сыр Голландский. Посматриваю признаки административного правонарушения согласно 14.43, часть 2. Заявление также искренне считаю, что детским питанием с истекшим сроком годности торгуют только лишь 3 категории граждан, запитая. А именно, двоеточие. Первые люди, обладающие ярко выраженными противозачаточными свойствами, цифрами 3,14. Да, просрочен торгуют истеки граждан, то есть первые мы с вами сразили. Первые люди, с ярко выраженными противозачаточными свойствами, запитая, цифрами теперь 3,14. 3,14. 3,14. Это все одно слово будет. Тарасы. Три слова буквами. Икос. 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 Второе слово. Игрек. Игрек. Пробел буква Е. Пробел плеты. Плеты. Икс, 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 Плеты. Заявление подсказило от фамилии Медсона. Так, вот Маркина Александра Александровича. Маркина Александровича. Маркина Александровича. Нет, я ее и веду. Я ее и веду. Вот, свои карты 3,14, с виртуальной. Это 38. Вот, ну, вот, сейчас есть. Вот, просто 200 рублей, и вот, вот, просто 100 рублей. Так, тревог на листок. Подожди. А, 0,348. 0,366. Сыр, имеющий на этикетке ошибочно, да, про изготовление не 14,16, а 16 апреля. Общий вес 4,998. Да, 998. Я вот, как. Как вам удобно делать? Маринад. Да, можно уже делать, в принципе. Да. Да. Оля, нам нужно будет смотреть. Сделать копий чеков возврата. И вот пришел к Сан Санычу во сне старец. Лицо его было копия Владик Курбатов, генеральный директор акционерного общества торговый дом. Перекресток. И во сне Сан Санычу он сказал, Сан Саныч, работа продавцов-директоров, продавать просрочку. Из этого формируется их зарплата. Поэтому, Сан Саныч, не будь говном, скорее купи говно, призвал он. И Сан Саныч послушался и купил просрочку. Короче, подвеску надо по-братски сделать, ну, помочь. Помочь, помочь сделать. Вот спросили, может ли вы помочь? Картошки еще почистить можно. Если бы было, то есть, по-бому.